Бан! Блокировка аккаунта навечно! Бан! Птур продан, а это значит чейн больше не птуровод. Да, так и есть. Всем привет, друзья! На связи, как всегда, Чейн Соу. Сегодня на повестке дня у нас пятая часть пути новичкам, поэтому давайте соберем под этой серии 5 лайков. Надеюсь, мы это сможем сделать. Что сегодня будет в видосе? Сегодня мы поговорим про новый крафт на малышах, обсудим новую потасовку стальной чемпионат, и я поделюсь некоторыми советами по игре в данном режиме. Также скажу пару слов про обмен значков. В общем, присаживайтесь поудобнее и погнали! Начнем с крафта. И это свершилось. Наконец-то я купил себе гарпию. Да, птур продан. Как я говорил в прошлом ролике, я его купил чисто по фану. Но если кто-то не видел прошлый ролик с птуром, то подсказка справа вверху, а ссылка снизу в описании. Переходим к крафту. Это, к слову, переделанная версия прошлого билда на рыке. Больше хп, скорости и, соответственно, омов. 5700 очков мощи. Это значит, что можно спокойно ходить за аккумуляторами и получать значки механиков за выполнение еженедельного задания. Данный билд имеет нефинальный вид. В будущем, скорее всего, сюда добавятся исполин и синие или бирюзовые колеса. Также при постройке данного крафта были использованы конструкционные детали из ивента с батл пассом. Они даются на начальных уровнях и совершенно бесплатно. Так что, если что, успевайте. Почему я купил Гарпию? Данная кабина в моем случае идеальный претендент на первую, в скобочках, вторую фиолку. Как говорится, спасибо Птуру. У Гарпии очень полезный перк для пушек, да и плюсом ко всему он достаточно хороший от динамика. В общем, крафт на выставке. Скачивайте, если нужно, дорабатывайте. Еще кое-что хочу сказать про обмен значков механиков. Когда только ввели обновление, где поменяли курс значков, я выпустил вот этот ролик. С того момента я мониторил, как разработчики игрались с курсом. Он плюс-минус не менялся с того времени. Если вкратце, минус пластика и электроника. Поэтому я вам советую копить значки и обменивать их на ящик следопыта. Я думаю, не стоит вестись на типа выгодные предложения, которые обновляются каждую неделю. Пока что на 6 июля 2020 года выгодное предложение только одно. Это фиолетовый ящик. А сейчас переходим к стальному чемпионату. Вместе с ивентом добавился новый станок, на котором есть много красок, наклеек и декора. В том числе на станке присутствует декор с прошлогоднего стального чемпионата. Так что если кто-то не набивал очки в прошлом году, сейчас есть возможность крафтить эти украшения. Ну а у кого они уже есть, можно сделать по второй штуке. Ну пусть будет для симметрии. Что касательно непосредственно самой потасовки. Система очков переработана таким образом, что набивать их стало гораздо легче. Также есть лиги, при переходе на каждую из них нам дают определенные призы. В общем сейчас на новичке в данном ивенте у меня 325 очков. И я собираюсь дойти до алмаза. Все-таки свисток мне реально понравился. А сейчас давайте я вам расскажу о советах, которыми я пользуюсь при игре в данном режиме. И первое, в настройках нужно поставить галочку напротив надписи сбросить гарпун союзника. Делается это для того, чтобы ваш союзник случайно или специально не зацепил гарпуном вашу машину. Игроки бывают разные. К тому же, можно целиться в мяч и случайно попасть в союзника. Как итог, гарпун в кд, да еще и помешали друг другу. Второе, что вам нужно знать про эту потасовку, это ни в коем случае не делать как этот парень. На мой взгляд, это неэффективная игра. Ладно. Второй мой совет для вас, это цепляйте мяч гарпуном, когда он находится как можно ближе к вашей машине. Так у вас получится самый крепкий зацеп и забрать у вас мяч станет гораздо тяжелее. Третий совет касается тоже зацепки мяча. Не старайтесь его зацепить прям сразу, как у вас появляется на это возможность. Объясню на примере. Произошел розыгрыш, мячик упал плюс-минус в центре, и соответственно к нему едете вы и ваши противники. И тут я всегда стараюсь действовать следующим образом. Жду пока противник зацепит мяч и только потом зацепляет этот мяч сам. И таким образом, в большинстве случаев гарпун соперника обрывается, и мячик направляется либо в сторону вражеских ворот, либо вовсе остается у вас. Возможно, объяснил непонятным, но если что, на фоне подобный маневр был показан. И четвертый совет, это пользуйтесь пробелом. Благодаря этой клавише вы можете практически моментально останавливать свою машину. И затем, если нужно, быстро разогнаться. В общем, для любого колесника пробел должен быть лучшим другом. И если вдруг у кого-то нет друзей, то одного я для вас нашел. Все, о чем я рассказал выше, это то, чем я сам пользуюсь. Возможно, у вас есть эффективнее способы, этого отрицать я не буду. Также, в данной потасовке есть еще куча различных нюансов. Я лишь рассказал про самое основное, на мой взгляд. А тем временем, ролик близится к своему завершению. Пишите ваши идеи по поводу этой рубрики в комментарии, я все читаю. А если еще не подписаны на канал, то сейчас самое время это сделать. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok